Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет очень интересная серия на проекте Родин РП, Центральный Округ. Вся информация будет в описании под видео, всех приглашаю играть. И также пацаны не забывайте приходить на стрим, потому что я там буду делать разные челленджи, разные розыгрыши. Верты буду разыгрывать, поэтому не забывайте приходить на стримы, ставьте колокольчик. Также не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны. Ну и конечно поставьте лайк. В этом видео я хочу получается дать рыжику 2 миллиона и посмотреть куда он будет эти деньги тратить. Кто не в курсе, я администратор на Родин РП, получается мне недавно выдали третий уровень. Поэтому серия будет, я думаю, интересная, так что советую вам посмотреть ее от начала и до конца. Желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, я вроде нашел рыжика, как бы у него есть машина москвич, но типа эта машина ни о чем. Он пятый уровень получается, 116 тысяч у него есть. И в принципе все, вроде бы у него ничего нету. У него еще есть банковская карта, поэтому я считаю это хороший кандидат. Ему скину 2 миллиона и посмотрим как он их будет тратить. Согласен ли он поучаствовать? Можно я? Я хочу именно вот этого Кирилла, ну давай. Хорошо, так, 115-й иди. Так, Джерд Херрес, 115-й. Давайте его телепортируем. В принципе он еще и на машине. Сейчас пойдем, короче, я ему переведу 2 миллиона. Я думаю, это будет нормально. И будем смотреть, куда он эти деньги потратит. Так, давайте вводим пароль от банка, самый секретный просто в мире. Так, не уводи 115-й, да, по-моему. Вот он стоит. Так, пополнить 2 миллиона получается. Я бы мог, конечно, ему деньги просто скинуть и, познаете, не говорить ему ничего. Но мне кажется, он бы подумал, что я ошибся иди и пытался бы потом меня найти. Так, 2 миллиона мы переводим. Все, в принципе, я ему перевел. Да, видите, у него на банке лежит 2 миллиона. Сейчас он их должен снять, в принципе, и поехать уже тратить. Я думаю, видосик будет интересный, пацаны. Я на это надеюсь. Так, он еще их не снял. Пусть снимает деньги. Все, он снял. Он приехал сюда, побежал вниз, потом побежал наверх обратно. Сел в машину и все. Я не понимаю, что он делает. Едет на рынок, покупай себе машину. Едет в Арзамас, покупай себе квартиру. Пацан, у него какой уровень? Давайте еще раз я посмотрю. У него пятый уровень, блин. Я думал, он шарит как-то, но он просто катается и все. Наконец-то, пацаны, он додумался и прибежал в магазин одежды. Вот это уже совсем другое. Пацаны, я такого точно не ждал. Вари, давайте я просто деньги верну. Зачем? Зачем? Ты можешь поехать на рынок, купить себе машину. Либо в Арзамасе квартиру. Блин, я первый раз такое вижу. Он просто хочет мне деньги вернуть. Я просто его не понимаю, блин. Он хочет мне деньги вернуть. Мне уроки делает школьник, сам понимаешь. Ай, блин. Ну хорошо, давай. Ебать, я первый раз такое вижу просто. Я первый раз такое вижу, чтобы человек хотел вернуть деньги. Боже. Давайте пусть он мне лям 500 вернет. А 500 тысяч мы ему оставим просто. Чтобы у него были деньги. Все, пацаны. Он мне вернул эти деньги. Давайте с ним поздороваемся, в принципе. Пожмем руку. Я, честно, не ожидал то, что он мне эти деньги вернет. Но 500 тысяч я решил ему оставить. Еще один кандидат, пацаны. Это уже, получается, второй уровень. Самый маленький, который я находил. У него есть банковская карта. Самое главное, чтобы была банковская карта. Чтобы я мог ему перевести деньги. Так, давайте сейчас я телепортируюсь быстро в банк. Так, давайте банк... Бля, где тут банк? Банк Южного. Все. Так, у него 10 седьмой, да? Джет Хэрри седьмой. Телепортируем его к себе. Так, вот он. Все, телепортировал я его к себе. И давайте я ему переведу 7 миллионов. Банковская карта у него, в принципе, есть. Так, давайте перевести. Так, надо еще 500 тысяч закинуть. Во. Так, теперь можно ему перевести 2 миллиона. Так, перевести деньги. Седьмой айди. 2 миллиона. У меня какое-то время будет, чтобы потратить их. Ну, чем быстрее, тем лучше. А так... Трать. Трать как хочешь и на что хочешь. Так, братан, давай, не подведи меня, пожалуйста. Хотя бы ты... Хотя бы ты потратить деньги нормально. Давай, братан, бери скутер. Давай, давай, давай. Молодец, молодец. Все, давай, пацан. Я просто в тебя верю. У него, понимаете, второй уровень. Так, давайте посмотрим... А где у него там, блядь? Чек. Давайте команду пробишем. Чек. Так, седьмой айди. У него 2 миллиона на руках, в принципе. У него второй уровень. Это очень маленький уровень. И надеюсь, то, что он покажет реально настоящий мастер-класс просто. Как я понял, пацаны, он направляется на авторынок. Здесь сейчас будет жутко лагать просто. Ну да, уже 30 FPS, 40 FPS. Я надеюсь, что у него не вылетит. Ну, если даже вылетит, чтобы он зашел обратно на сервак. Потому что, ну, я ему дал 2 миллиона. За 2 миллиона можно спокойно купить себе машину и квартиру. Так, он бежит. Давайте чек его деньги, в принципе. Так, у него, да, 2 миллиона 18 тысяч. И сейчас посмотрим, куда он сможет эти деньги потратить. Бать, Ниву за 2,5 продают. Вы че, ебнутые? Ну, надеюсь, он себе какую-то машинку здесь сможет найти. Хотя, я не знаю. Потому что, ну, сейчас как бы здесь дорогие машины только стоят. Поэтому, мне кажется, он с трудом себе найдет какую-то машину. Короче, пацаны, у него не получилось купить машину. Поэтому, он приехал на рынок и пытается здесь что-то купить. Давайте посмотрим, он деньги потратил или нет. Мне это очень интересно. Но, пока что, он потратил 50 тысяч. Он машину арендовал, получается. Ford Focus, чтобы приехать на ней сюда. Но, по-моему, даже ее не закрыл. Поэтому, есть шанс, что у него ее украдут. Но, пока что, деньги он вообще не тратил. Кроме аренды машины. Опа, пацаны, он уже потратил лям. По-моему, да, лям потратил. Чуть больше. Лям 100, короче, он потратил уже. Я не знаю, правда, на что он потратил. Я не могу у него инвентарь посмотреть. Короче, пацаны, он себе купил квартиру. Даже об этом написал в чате. Вот. Он себе купил квартиру за 500 тысяч. В Арзамасе. И у него осталось 350 тысяч. Честно говоря, не знаю, на что потратить. Ну, пусть он их просто себе оставит. Как бы, я же его не заставляю полностью все деньги тратить. Ну, что ж, пацаны. Вот такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я его снимал несколько часов. Потому что очень сложно было найти рыжика, которому действительно нужна помощь в деньгах и записать с ним видосик. Я очень много людей пересмотрел. И у большинства рыжиков уже есть машины, есть деньги. И, наконец-то, я нашел того, у кого вообще почти не было денег. И у него был второй уровень. Конечно, толком он не смог ничего себе купить. Потому что он как бы новичок. Он не разбирается, что куда и куда нужно ехать. Но он купил себе квартиру. Я считаю, это уже неплохо. И он купил что-то на рынке. Я не знаю даже, что он купил. Но, в любом случае, пацаны, я очень старался. Если вы покажете это видео очень хорошую активность, то можно будет повторить подобное, но уже с большим бюджетом. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok